Я хотел бы просто услышать от вас вопросы, быть может, касающиеся работы банка и отчасти, наверное, связанное с работой администрации по взаимодействию. Руководство городского округа и депутаты встретились с сотрудниками финансовой сферы. Разговор получился прямо на рабочем месте. Вопросы затрагивали разные направления. Самый острый – организация дорожного движения через центр города. Ситуация изменится в ноябре с открытием моста, соединяющего улицу Фабричную и Фряновское шоссе. В среднем 20-25 тысяч автомобилей пойдет через новый мост, который мы сдадим в ноябре месяце. В том числе через него пойдет не менее двух тысяч автомобилей грузовых в сутки. А это очень здорово будет, потому что сегодня и грузовики, в том числе, они же создают пробку большую. Меньше пробка, больше клиентов успеет посетить офис финансовых организаций. Это потенциал для роста заработной платы. Средняя заработная плата какая у вас? 45 тысяч. Будет в городском округе Щелково и новый бассейн. Его построят в Монине уже в следующем году при поддержке правительства Московской области. Все жители Монина очень хотят вернуть себе бассейн. Если не этот, то построят новый. Стоит задача построить в Монине новый бассейн. И в программу вошли. До конца 2020 года бассейн будет построен. Общий объем финансирования 332 миллиона. Как раз мы в Монине встречались с сотрудниками больницы и сказал о том, что на сегодняшний день достигнут договоренности о том, что процентное софинансирование со стороны муниципалитета, у нас есть договоренность с правительством Московской области на отдельные объекты 5%. Это очень здорово. Мы 5, а остальное – либо область, либо федерация. Есть понимание у властей в вопросе реконструкции межрайонных очистных сооружений, которые при сбое в работе все еще могут источать неприятный запах. В любом случае мы должны понимать, что очистные должны быть реконструированы, потому что и от них все равно запах какой-то исходит, и от иловых карт исходит. Но на очистные будет потрачено 14 миллиардов на реконструкцию, и реконструкция начнется в 2020 году. Но параллельно мы будем заниматься еще и иловыми картами. Доверительное и искреннее общение сотрудников кредитной организации с руководством Щелковского района и депутатами длилось около получаса. В 9 часов офис начал свою обычную работу. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.